Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade. И сегодня мы с вами будем рассматривать, как при помощи внешнего АЦП ADS1015 можно измерить силу тока, разряда и заряда аккумулятора. И также это используем в нашей погодной станции. Узнаем, с какой силой тока аккумулятор заряжается, напряжение на аккумуляторе, напряжение на солнечной панели, а также узнаем токи потребления самой погодной станции. Поехали! А спонсором сегодняшнего видео будет компания GLCPCB. Именно с их помощью я смог изготовить печатные платы. Эта компания имеет многолетний стаж и делает действительно классные платы. Перед нами стоит задача измерить напряжение на солнечной панели, измерить напряжение на аккумуляторе, также измерить силу тока заряда и силу тока разряда. Это довольно непростая задача, но в принципе с ADS1015 внешнее АЦП это сделать без проблем можно. Если мы рассмотрим общую схему, то это выглядит примерно так. Здесь установлена солнечная панель, зарядное устройство TP5000, шунт, через который мы будем измерять силу тока заряда аккумулятора и шунт, через который мы будем измерять силу тока разряда или потребления нашей солнечной панели. У ADS1015 четыре аналоговых входа. Один будет использоваться для измерения напряжения на солнечной панели, а три других будут использоваться для измерения напряжения на аккумуляторе и в дифференциальном режиме для измерения падения напряжения на шунтах и тем самым мы будем узнавать силу тока потребления. Так выглядит общая схема. Если мы обратимся к даташиту, то здесь написано, что в режиме мультиплексирования можно измерять силу тока между аналоговыми входами А0 и А3 и А1 и А3. То есть вот три аналоговых входа, которых можно использовать в мультиплексировании и измерять между ними напряжение. У нас есть некоторые ограничения. Ограничения по напряжению и по измеряемым границам. А ADS имеет ограничения на входящее напряжение. Если мы по умолчанию используем усилитель 2 третьих от мощности, то на вход можно подавать напряжение до 6 вольт. Но как бы то здесь есть некоторые ограничения о том, что входное напряжение не должно превышать напряжение питания плюс 0,3 вольта. То есть берется минимально допустимое. Либо напряжение питания, либо напряжение входа АЦП. А ADS1015 у нас питается от 3,3 вольт. Соответственно на вход АЦП можно подать даже при этом усилителе максимум 3,3 вольта плюс 0,3 вольта. То есть 3,6 вольт максимум, которое можно подать. Аккумулятор литий-эферополимерный может набирать даже 3,65 вольт. А это уже выше, чем допустимое. Поэтому нужно использовать делители напряжения. Если с измерением напряжения на солнечной панели это просто, то есть мы берем, ставим делитель напряжения и при помощи АЦП измеряем напряжение на солнечной панели, то с шунтами это немножко сложнее, потому что на них падение напряжения очень маленькое. Если использовать делитель напряжения, то точность падает. Довольно-таки сильно падает точность. Если для вас это критично, то тогда нужно использовать операционные усилители и через них уже измерять падение напряжения. Но для меня точность это не критично. Поэтому я просто ставлю делители напряжения, через которые я измеряю падение на шунте. Так как здесь напряжение может подниматься до 3,6 вольт, без делителя никак нельзя. Лучше всего использовать 4-х кратный усилитель, потому что при большем усилении, например, усилении в 8 раз, нужно ставить слишком большой делитель напряжения, потому что максимально входное напряжение это 0,5 вольта. Таким образом, чем больше делитель, тем меньше точность. Если использовать этот усилитель, то точность получается 0,05 милливольта и при этом вполне нормальный предел измерения до 1 вольта. Тогда получается не сильно большая погрешность в измерениях. Но вы можете, конечно, и этот предусилитель использовать. Здесь точность получается 1 милливольт. Так как у нас шунты по 1 ому, то тогда и 1 милливольт будет равен 1 милиамперу. То есть то, что выдает у нас АЦП, например, выдал падение напряжения 15 милливольт, это будет означать, что сила тока 15 милливольт. Все очень просто. Давайте пройдемся по скетчу. Здесь подключается библиотека ADS1015. Она устанавливается через скетч «Подключить библиотеку, управлять библиотеками». И здесь в менеджере библиотек можно найти эту библиотеку. Вообще, как работать с ADS1015 я рассматривал в предыдущем видео, и ссылка на него будет в описании. Дальше инициализируем класс ADS1015. В сетап мы устанавливаем усилитель и стартуем АЦП. Также, что добавлено, какие изменения, это добавлена запись в файл напряжения на солнечной панели, сила тока заряда и сила тока разряда. Ну и также тут добавлены некоторые переменные. Вот эти переменные, которые используются для всех измерений. Также изменений подверглась функция измерения напряжения. Здесь много всего добавлено. Но я столкнулся с одной неприятной вещью. Так как зарядное устройство TP5000 – это импульсный преобразователь, он вносит помехи в измерения на шунте. И эти помехи выглядят в виде пульсаций. От этих пульсаций ADS1015 начинает неправильно производить измерения. Для того, чтобы это как-то исправить, нужно поставить электролитические конденсаторы параллельно резисторам R18, R16 и R15. У меня это выглядит вот так. Я поставил конденсаторы прямо поверх резисторов. Прямо сверху у них напоял эти конденсаторы, для того, чтобы убрать эти пульсации. С измерением силы тока потребления вообще большая проблема. Потому что там просто огромные пульсации. И к тому же еще потребление не статичное. От таких пульсаций, от такого потребления, ADS1015 просто сходил с ума. И неправильно производил измерения. Если при помощи тестера можно было увидеть силу тока потребления в районе 40-110 мА, то ADS1015 показывал потребление всего лишь 30-40 мА. Решилось это установкой большого конденсатора на 10 мкФ параллельно резистору R18. То это сгладило немножко пульсации, сгладило немножко синусоиду. И АЦП стал измерять более точно. Стал показывать до 70-80 мА. Иногда до 90 мА потребления. Но все равно некоторая погрешность измерения есть. Поэтому учтите это, что точность невысока из-за пульсаций. Из-за непостоянного потребления силы тока. Рассмотрим, что здесь в скетче. Для того, чтобы решить проблему с пульсациями и с тем, что устройство потребляет напряжение не статично, пришлось увеличить время измерения силы токов. Итого время измерения получается 160-170 мс. Полученные значения мы суммируем. Так как эти значения мы получаем один раз в секунду, то раз в минуту мы приводим все к среднему значению. И тогда мы получаем примерно правильные значения заряда и значения разряда. Я не знаю, как более точно сделать это, как более точно измерить силу тока разряда особенно. Потому что с такими пульсациями и с такой разницей в потреблении очень сложно правильно измерить в целом потребление за минуту или за час. Это довольно сложно сделать. В конце концов мы получаем напряжение также и на аккумуляторе, и на солнечной панели. Выводим все в сериал. И также сохраняем это все на флешку. Записываем в файл. Вот в целом то, что и получилось. Модификация довольно небольшая, но добавление функции измерения напряжения и измерения силы тока имеет свои нюансы. Прошиваем этот скетч и отправляем нашу погодную станцию на несколько дней, для того, чтобы проверить и узнать, что же у нас получилось и какие мы имеем результаты. Итак, прошло несколько дней. Вот наша флешка, на которой сохранялись все логи. Мы ее подключаем к компьютеру. Открываем флешку. И вот наш лог файл. Давайте ее посмотрим сначала при помощи Notepad. И здесь у нас очень-очень-очень много значений. В таком виде довольно сложно понять, что же здесь и как. Давайте мы это все конвертируем в Excel файл, в таблицу. И наглядно посмотрим, как это выглядит. Итак, открываем Excel. Создаем новую книгу. Данные из текста. Съемный диск. Вот он. Log CSV. Открываем. С разделителем или фиксированной ширины. У нас с разделителем. Мои данные содержат заголовки. Далее. И у нас разделитель. Это запятая. Смотрите, сразу же разделились по столбцам. Отлично. Идем дальше. Это у нас дата. Все остальные мы оставим как общий. В принципе, это не важно. Готово. Вставляем в книгу. И вот наши все данные добавились. Я первые две строчки удалю, потому что они не совсем корректные данные. Что нужно дальше сделать? Дальше нужно построить две таблицы. Ну или вообще какие хотите таблицы можно построить. Например, по напряжению на солнечной панели, напряжению на аккумуляторе, силе тока заряда и силе тока разряда. Вот что у меня получилось. Я создал две таблицы. На одной показывается напряжение на солнечной панели и ток заряда. На второй показывается ток заряда и ток разряда аккумулятора. Итак, можно увидеть напряжение на солнечной панели. Я начал записывать в 18.11. Здесь было напряжение 3.88 вольта. И ток заряда был около 50 мА. То есть немного. И примерно к 20.30 ток заряда полностью ушел. Дальше заряд аккумулятора начался примерно в 5 утра, когда напряжение на солнечной панели поднялось до 3.7 примерно. После этого включился заряд аккумулятора. Напряжение на солнечной панели, видите, чуть-чуть просело. И дальше идет нарастание до тех пор, пока прямые солнечные лучи не попали на солнечную панель. Солнечная панель не стала вырабатывать 6.82 вольта. И сила тока постепенно поднялась до 330 мА примерно. И так до тех пор, пока опять же таки солнечная панель не ушла из прямых солнечных лучей. Вот это тот период с 9.30 примерно до 17.23. Это период, когда прямые солнечные лучи попадают на солнечную панель и идет заряд аккумулятора. А остальное время с 17.20 до 20.30 примерно. Это идут непрямые лучи. Вот мы видим заряд аккумулятора и силы тока заряда. В принципе, неплохо. Аккумулятор заряжается. Опустимся немножко ниже. Посмотрим вторую таблицу. Здесь идет ток заряда и ток разряда аккумулятора. Если посмотреть твики, ну в целом, вот например, ток заряда у нас здесь около 330 мА. Здесь около 250 мА. Какое же потребление? Если смотреть по этой таблице, то примерно около 50 мА. Это было минимальное. И максимальный ток разряда был где-то в этом моменте 101 мА. Но это все довольно-таки примерно. Как вы видите, здесь потребление не статичное. Из-за этого сложно измерить силу тока потребления. Можно увидеть, что ток заряда и ток потребления, они очень разные. И заряд от солнечной панели перекрывает полностью заряд потребления. Было бы, конечно, здорово перевести солнечную панель ESP8266 в режим сна. И там раз в минуту пробуждать и измерять все необходимые данные. Но с силой тока потребления так не получится. Потому что, как мы рассматривали выше, для того, чтобы правильно измерить силу тока потребления, нужно измерять это в периоде. То есть нужно не единичное измерение производить, а какой-то промежуток времени производить постоянное измерение. А это значит, что ESP8266 будет работать и выключать ее не получится. Если для вас важно измерение силы тока, то тогда да, это нужно делать. Если для вас это не важно, а для вас важно сохранение аккумулятора, то тогда лучше переводить ESP8266 в сон и отключать всю электронику. И пробуждать там, например, раз в минуту. Измерять все, что необходимо и отправлять в сон. Вот таким способом мы получили измерение напряжений, измерение силы тока потребления и силы тока заряда аккумулятора. Как вы видите, одной солнечной панели, которая вырабатывает примерно 700-800 мА, достаточно для того, чтобы заряжать эту солнечную панель и чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Конечно, здесь будет еще установлено много другой электроники и посмотрим, может в дальнейшем придется увеличивать размеры солнечной панели или как-то изменять режим работы для того, чтобы сэкономить электроэнергию, уменьшить потребление от аккумулятора и увеличить время автономной работы. Ну а в дальнейшем мы будем делать все эти модификации, поэтому не пропускайте новые видео. А я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные. Подписывайтесь на канал. Всем пока!